Приветствую! Многие могут подумать, что она показывает какую-то овсянку, какой-то завтрак вообще, что это? Понимаете, вот от этого питания зависит вся ваша жизнь. Вот вроде бы кажется, такие вообще мелочи, но знаете, как говорится, у тебя во второй половине жизни нет обычного здоровья, все потому что в первой половине не было мозгов. Я эту фразу слышала давно, потом как-то услышала от дочки своей подруги, то есть такая юная девочка уже понимает, что живем мы, собственно, неправильно. И вообще у меня такой принцип всегда, если, допустим, как мне даже хирург посоветовал после удаления желчного, ты, говорит, кушай, допустим, даже шашлык чуть-чуть, ну не очень какой-то жирный, но при этом съедай много зелени, какой-то салат, ну лучше, допустим, не выпивать, я вообще не пью теперь. Я раньше не особо любила. Вот. Ну просто не приносит мне это вообще удовольствия. Да и мне нельзя вообще по моей кости. Просто очень много вижу, особенно сейчас мужчин очень тучных, женщины то ли их закармливают специально, чтобы они от них из дома не ушли, то ли что, я не знаю. То ли мужчины эти еще выпивают, просто даже вот смотришь, ноги уже отечные, тучные, вообще все конечности, уже даже шея сравнялась с головой. Это очень-очень вредно, понимаете. У нас и так вот это вот вся. И вообще, кстати, сейчас больше и умирают от всем известной болезни, именно те, у кого очень вес больше, чем нужно. Потому что что мы имеем, когда у нас завышенный вес? Я тоже постоянно борюсь с этим. У меня почему-то после вторых родов, потом вот этот желчный удаленный, я, значит, говорила, кушала часто, там, по чуть-чуть, потом часто уже и побольше. В общем, еще, если я после операции ела меньше, чем обычно, естественно, организм испытывал стресс. Раньше тоже, допустим, были такие времена, что нам реально не было. Простите, кто-то вспомнил. Я на подружку. Так, проверить надо сообщение. То есть, нечего было реально кушать, реально были такие времена. Я была очень-очень худая. Может, с одной стороны, это было полезно. Но мы кушали там больше определенных продуктов. У меня потом даже на них была аллергия. И организм испытал голод. Вот прямо стресс, вот такой голод. И сейчас при малейшей какой-то вот таком переедании он сразу запасает все в жир. Ну и тем более, я говорила, что раньше я занималась танцами. Довольно-таки профессионально, много выступала. Это где-то было вообще с начальной школы. Вот поэтому все привело к таким результатам, что сейчас... Что-то камера вниз поехала. Что сейчас нужно следить за своим здоровьем. И вообще, женщины еще...